Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я думаю, что в ходе нашей программы будем рассматривать родной язык носителя, а язык-партнер должен быть наш государственный язык, то есть русский язык. То есть в свете этих понятий, я думаю, что мы будем строить общение. Я правильно понимаю, что речь прежде всего идет о межнациональных семьях или о семьях национальных, которые живут в Кирове, которые хотят сохранить родной язык? Смотрите, такая ситуация, как бы правильно сказали, двуязычие, лингвальное образование. Ну, конечно, термин такой у нас не наш термин, но, тем не менее, скажем, двуязычие, бывать и троязычие. Вот как раз недавно у нас совещание было, я озвучивал, что человек переехал на территорию Кировской области, уже жить и здесь, а себе добро в жизни вести. Он переехал из Узбекистана, этническо-азербайджанец, знает семья азербайджанский и узбекский язык, а русского не знает. И придется изучить русский язык. А где этот русский язык изучать, чтобы ребенок нормально социализировался, будет ходить, допустим, в садик, дошкольное образование получать, ничего не знает. Вот и с этого момента как раз мы, я благодарен, конечно, Ксении, она этот вопрос уже подняла. Мы об этом уже давно говорили, но благодаря как раз ей этот вопрос поднят, мы будем решать более конкретно, не только там диаспорой. Она и так ведется, лингвальное образование в школах, допустим, есть у нас русский язык, дети получают английский язык где-то, немецкий язык. Это то же самое, как бы, лингвальное образование. Но здесь, опять же... Ну, только они используют его, конечно, реже, да? Вот именно, что реже. А здесь, как бы, цель такой, чтобы детям дать русский язык, изучение русского языка для того, чтобы, еще раз повторяюсь, они социализировались в нашем гражданском обществе. Илона, расскажите, пожалуйста, а на государственном уровне ведется какая-то работа в этом направлении? То есть вот наши гости сейчас, они представляют все-таки частную, да, организацию такую, а на государственном уровне? И как меняется в течение времени? У нас, допустим, Татарстан, республика, да, у них там, естественно, татарский язык. Нет, ну... У них там это очень развито. В Чечне, в Чувашии это очень развито. В том числе в Перми. Естественно, это желание от тех, кто уже... от потребителей. Если потребитель будет, я думаю, что наши там частные организации или дошкольного образования где-то там это можно организовать. Но на территории Киевской области пока нет такого. Как раз с министром Миссуповым была встреча. Министром образования, да. Министром образования в области. Да. И, в принципе, он тоже поддержал на круглом столе. Открытым текстом сказал, что будет поддержан. Ну, конечно, методически будет поддержан, а не финансирует, не финансирует. Ну, я думаю, что вот те люди, которые желают дать своим ребёнкам, детям своим дать хорошее образование и развивать их на хорошем уровне, они готовы вкладывать деньги для того, чтобы их ребёнок там нормально в русло вошёл и знал русский язык. Давайте спросим у наших гостей. Прежде всего, вопрос, наверное, к Ксении и Елене. Почему возникла такая необходимость? Почему вы организовали вот совершенно недавно там круглый стол на тему билингвальное образование детей дошкольного возраста? Да, образовательные модели обсуждались. Именно в Кировской области, в городе Кирове. Потому что, когда мы приводим примеры национальной республики, там всё понятно. Есть государственный язык русский, есть второй государственный язык национальной территории. А вот области, которые входят в состав Российской Федерации, например, имеются в виду этнические русские, да, почему этим занимаются сейчас? Вопрос, Ксения. Прямо Пермская область, Пермский край был приведён в пример. Почему там развивается это? В Москве, вот мне понятно, огромное количество мигрантов, которые в своё время приехали в Москву на заработки, осели там, ассимилировались там в своей именно среде, да. Целые микрорайоны новые заселяют семьи, которые вот мигрировали, да, и теперь-то живут в Подмосковье. И там эта проблема, понятно, почему была такая острой, и почему так интенсивно Московская область решала и решает этот вопрос. А Кировская область почему? Ну, наверное, правильнее сказать, что сейчас, как таковой, наверное, вот массовой проблематики, может быть, её нет. Вот, но если так вот смотреть точечно, когда мы общались с представителями различных диаспорфондов, то интересно он был вызван, что было бы хорошо, чтобы нашему ребёнку было бы комфортно уже, ну вот, подготовиться к школе, чтобы уже в школе было легче общаться с детьми. Поэтому лучше сейчас начинать образование именно вот, чтобы и сохранялись традиции в семье, чтобы сохранялся язык, ну и так как мы находимся в русскоговорящем городе, в стране, то было бы хорошо, если бы русский язык, ну там, с трёх лет было бы комфортно уже обучать. Ну, вот мне, как, например, если бы я представила себе на месте маму, у которой, да, вот такая ситуация, приехали и живут, и нужно узнавать язык, может быть, даже самой. Понятно, что я в школу не пойду, но будет требование со стороны работодателя, если я иду работать. Ну, прости, пожалуйста, для взрослых, приехавших, вот в том числе мигрантов, насколько я понимаю, на базе миграционной службы какие-то курсы организованы, потому что в требованиях к получению, там, разрешение на работу, правильно, Илунур, да, там есть знание русского языка. Для детей этого нет. Да, и я продолжу свою мысль, да, если маленький ребёнок, и он до школы не получил правильную, там, да, правильную модель, вот, на самом деле, говорения, чтения на русском языке, и он пришёл в школу, в обычную среднюю школу, то огромное количество проблем, как мне кажется, с которыми ребёнок сталкивается, то есть он и говорить-то ещё не знает, как правильно, а сразу же писать начинают. То есть вот эти все проблемы, они ложатся полным грузом на начальную школу, потому что все дети равны в своих правах, да, на получение образования, и простой учитель начальных классов, у которого 25 человек в классе, согласно нынешним нормам, я представляю себе там, с чем он сталкивается. Во-первых, с чем сталкивается ребёнок, которому нужно заново всё учить, совершенно перестраивать там, там, мышление своё какое-то, да, и успевать за своими сверстниками, и учителю, у которого вот дети, вот время, вот программа, и что ему совсем с этим делать. Я права, Елена? Да, вы правы. Я могу сейчас сказать, ну, с высоты своего педагогического опыта. То есть на базе нашего центра прибывали дети из Индии, из Кипра, были дети из Татарстана и Азербайджана. Будем говорить так, что эти дети были вырваны из своей среды и были погружены в нашу русскоязычную среду. То есть, и мы наблюдали процесс, когда дети, не зная абсолютно русского языка, в течение 10-15 минут могли установить социальные контакты со своими сверстниками. Понимаете, это зрелище, оно просто не даёт дальше спокойно жить. То есть они могут навести контакт, они могут общаться, они могут жить. Поэтому вот у нас и возникла такая мысль, что, а почему бы и нет? Почему мы должны лишать ребёнка детства? То есть именно этих детских видов деятельности, игры, рисования, какого-то мастерского искусства. А потом уже надо говорить об образовании, об обучении. То есть я на базе опыта могу сказать, что в деятельности язык познаётся лучше. Вот мы уже начали какие-то приёмы тут даже обсуждать. Видимо, то, что именно на круглом столе активно вызвало дискуссии. Мы продолжим об этом говорить после короткого перерыва. Продолжается программа «Дневной разворот». Внедрение билинговального обучения детей в Кировской области мы обсуждаем. Суть этой системы и перспективы её внедрения. Со специалистами Ксенией Ишамовой, директором по развитию центра «Коплёнок», Еленой Петушковой, руководителем этого детского центра. И Лунуром Гусейновым, президентом благотворительного фонда «Азербайджан», членом общественной палаты Кировской области. Лунур, сколько помню, всегда об этом говорил. И всегда родил за то, чтобы дети наши все были в равных правах, получали должное образование и воспитание согласно и своим потребностям, и требованиям государственной политики. Вот начали обсуждать уже некие системы и модели, которые можно было бы применять, когда существует вот такой запрос на погружение именно в русскоязычную среду, получение полноценного образования в смысле русского языка. И Елена говорила, что невозможно было не зацепиться за вот эту историю, когда ты видишь, как маленькие дети, дошколята, трёхлеткие, неважно, на каком языке они говорят, они мгновенно находят контакт, они дальше играют, они понимают друг друга. Это да, это да, но мы всегда смотрим вперёд. Они будут тут жить, и они должны прийти в школу, все обладая примерно одним уровнем, которым позволит в полной мере погрузиться в образовательный процесс. Да, я продолжу свою мысль. Я не хочу строить вот эту работу на оторванности от социальной жизни. То есть в первую очередь ребёнок должен быть благополучен в социальной среде. Если он понимает эту среду, у него возникает интерес, ему становится, у него появляется желание постигать это дальше. А если заниматься сухой методикой обучения языка, как нам преподают, например, английский, французский в школе, он не является живым языком, он такой академический. Я считаю, что цель билингвального образования в равной степени развить у ребёнка способность владеть языками. То есть вот эта иммерсионная модель погружения в эту языковую среду, она имеет место быть и жить. То есть она оправдана в мировом сообществе. Поэтому для ведения такого образования необходимо два носителя языка, в равной мере владеющие. То есть мы говорим теперь о преподавателях на русском языке и о преподавателе на родном языке. То есть если мы рассматриваем английский язык, то пусть преподает человек, который общается с ребёнком только на английском языке, или только на грузинском языке, или только на итальянском языке. То есть берём любой язык. И берём педагогов, которые общаются с ребёнком в равной мере на двух языках. То есть ребёнок сразу находится в такой двуязычной среде. Ксения? Мне очень понравился момент, который был на билингвальном столе сказан. Во-первых, представители, которые там были, они сами обладают не два языка, знают. Ну, Эленур, например, да, который прекрасно... Представители диаспора, да, мы о ней говорим? Да, представители диаспора Эленур владеют не двумя языками. Сколько языков? Так, создавайтесь. Ну, то, что я владею как бы для меня родным языком, русским языком, конечно, я ещё говорю, что ещё мне надо учиться, учиться ему, потому что я знаю, что я с акцентом говорю, но всё равно никогда не поздно учиться. Это азербайджанский язык, турецкий язык, арабский и персидский язык. Да, вот то есть перед вами представили люди, которые в силу просто того, как складывается вот сейчас там жизнь, да, потоки вот эти миграционные, да, знают много языков, особенно связанных с родной группой языковой, да? Нет, ну, здесь вообще арабский и персидский язык никак не связан. Это другая группа языков. Персидский, наверное, ближе к турецкому, да? Нет, нет, совсем разные. Как бы там вязы похожи с арабского, допустим, да, а азербайджанский, там, допустим, узбекистский, татарский, туркменский, азербайджанский язык – это группа языков туркоязычного населения. Это более похожие. Арабский, персидский – они совсем разные группы. Для меня, конечно, тяжело было. Вот я много лет практически ездил, был в Иране, там, по работе, и вот пришлось там изучать. А то, что в своё время мы работали, когда ещё при Саддама Хусейна, там, Ирак цветал, там не было никаких террористов. Вот мы там работали, как раз там вели маленький бизнес, вот и пришлось там арабский язык изучать. Вот это и есть в лингвальном образовании. Но взрослому-то человеку в этом смысле проще. Ребёнку, когда он придёт в школу, погрузиться, у него и так меняется окружающий мир. Наоборот. 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 Ребёнку легче. Нет, учить ребёнку легче. Но вот входить в эту среду, когда он не знает языка, мне кажется, сложнее, он же не понимает, зачем. Ну вот об этом мы как раз не говорим. Я вот, у меня дети, я на себе это всё испытал. Потому что девочки, там, допустим, мне дочка родилась, она, естественно, дома там бабушка, дедушка, мама, братья, разговаривают там на азербайджанском языке или на турецком языке. Но ребёнок вроде на улице выходит и ничего не понимает, о чём окружающая среда говорит вообще. Другая среда для неё. Дома заходит, тепло, хорошо, уютно, она всё понимает. А на улице выходит, ничего не понимает. Детская площадка выходит, ничего не понимает. Вот нам пришлось там нанимать специального преподавателя, чтобы она сидела с ребёнком дома, изучала её русскому языку. Но она успешно пошла в садик, вот в следующий год в школу, но это очень тяжело. А как раз сейчас вот многие, не только там диаспоры, допустим, приезжие, гости, уже если будет такое место, куда можно обратиться, естественно, я думаю, что это место будет наполнено очень хорошо, там не только там азербайджанский или там таджикский, узбекский язык, там дагестанский, чеченский, там итальянский, французский и индийский, как говорили языки, да, вот они будут преподаваться. Это будет такой импульс для нашего региона тоже. Естественно, у нас этого и нет, я думаю, что будем развивать. Как раз вот мы недавно, буквально вчера обсуждали с председателем Адыгского совета, там, с Асланом Хаджиму Ставовым, он уже в Адыге этот вопрос задал, оттуда будет поддержка. Их дети здесь проживают, вроде там нормально, свой язык родной, они здесь живут, многие ассимилировались, конечно, я против ассимиляции, но интеграция, она нужна, но свою культуру, обычаи, там, традиции нельзя забывать. Вот Иоанн вчера говорит, вот у нас адыги, которые в Карачаево-Черкесии проживают на территории, допустим, центральной части России, они все практически ассимилировались. Некоторые даже семьи не знают родного языка. То есть, с одной стороны, задача погрузиться в среду, да, в полной мере чувствовать себя в ней там свободно, с другой стороны, а полностью сохранять свои традиции, основой которой является там сохранение языка. Ну, хотя бы не полностью, а частично. Нет, ну язык это все, да, дает возможность себе и культуру, и литературу изучать, да, национально, все, что можно. Ну, вот я всегда говорю, что без культуры нет нации, надо культуру сохранять, а культура это один из веток языкового барьера. И вот возникает тут вопрос хороший, идея классная. Да, даже, мне кажется, что семьи русские, да, русскоязычные семьи, многие заинтересуются такой возможностью отдать своего ребенка в детский садик, где есть специалисты, говорящие в равной степени успешно на двух языках, а то и на трех языках. Там будут дети, которые говорят на нескольких языках. Мне кажется, неважно, какой национальность семья на каком языке говорит, это всем интересно, это всем здорово. Кто их будет обучать? Есть ли у нас такие учителя, как вы, Елена, говорите, которые одинаково владеют, например, двумя совершенно разными языками, да еще в таком количестве, вы называете пары совершенно разные языковые, там, индийские русские, азербайджанские русские, мне кажется, что, может быть, легче найти, там, да, итальянские русские, там, и прочее. Даже человека, который в равной степени говорит и на английском, и на русском языке, постоянно, ежедневно, вот в такой практике с маленькими детьми. Их немного таких людей. Есть ли они вообще есть? Вопрос? Ну, этот вопрос поднимается, и вопрос проблемы кадров никто не снимал. Поэтому мы обращались на уровень университета, в университете тоже... Да, в университете эта проблема не изучалась, не прорабатывалась, и они тоже говорят, что проблема кадров прежде всего. Поэтому говорить о том, что мы сейчас готовы в полной мере осуществлять, ну, мы не можем это заявить. Мы можем заявить, что мы готовы на фоне, там, какого-то воскресного, субботнего пребывания, на фоне какой-то группы кратковременного пребывания осуществлять данную поддержку детям. То есть мы со своей стороны можем обеспечить кадровый потенциал, который, ну, формируется там психолог, логопед, учитель начальных классов. Но со стороны представителей языковой культуры мы будем просить носителей языка, который будет с детьми играть, мастерить на языке, на их родном. Предположим так. И как бы мы поддерживаем такую концепцию, как бы один взрослый, один язык. То есть ребенок общается с конкретным человеком на конкретном языке. То есть идея значимого взрослого, она тут очень важна в дошкольном возрасте. И дети к этому привыкают, и они понимают, что с этим человеком я говорю по-немецки. То у нас был такой языковой интенсив запущен летом. То есть там внедрялся английский, немецкий язык. Немецкий преподавал носитель, английский язык был наш преподаватель. И дети четко знали, если я вижу этого педагога, я с ним здороваюсь, гутен так. Если с этим, то здороваюсь на таком языке. То есть вот эта модель, она жизненная, она опробована. И мы планируем хотя бы на таком уровне начинать эту работу. Потому что говорить можно много. Но пока ты не сделаешь руками ничего, это останется на уровне теории. Ксения, а методики сами вы будете разрабатывать, исходя из личного опыта, из опыта вашего учреждения и ваших преподавателей? Или вы будете учиться? Или уже у вас есть какие-то готовые, может быть, ездили за опытом куда-то? Прежде всего, очень хорошо, что у Елены Вячеславовны есть опыт взаимодействия с детьми, которые не говорили по-русски. И она могла выстроить так ступень образования, чтобы было им наиболее комфортно уже в школьные годы обучаться дальше. Ведь в детском саду, может быть, нет такой... Там вот мы тоже с Эленуром разговаривали. Вот такие фразы, они очень важны. Оденься, застигни. Вот такие вот глаголы, они важны. В школах же там проблематика-то как раз и возникает больше. Да, этого мало однозначно в школе. Да, этого мало. Там уже это не пойдет. Поэтому сейчас как раз самое время идти до 7 лет обучать ребенка. И модель, вот то, что вы сейчас, Светлана, спросили, ну, наверное, самая лучшая – это практика. То есть надо, ну, прежде всего, надо действовать. Мы почему и пошли не с позиции там от себя, например. Мы хотим вот такое-то, такое-то сделать. А мы пошли по-другому. Мы собрали представителей конфессий, различных конфессий, диаспор, и узнали вообще их потребности, есть ли у них. И как бы хотелось, чтобы вот их дети обучали, какие знания они хотели бы получать. Мы пошли именно вот по такому пути. То есть сейчас пока только общение. Да, да. Общение. А перспектива? А перспектива, она будет разрабатываться, исходя из запроса. То есть будет запрос из потребности. Министр образования готов поддержать. Готов поддержать. А в каком-то я не очень понимаю, как готов министр поддержать, и как готов университет? Методологически. А что у нас есть специалисты, методисты, которые могут самостоятельно разработать такие программы, не имея никакого опыта, на основании чего? Я не могу об этом говорить, потому что это тема общего. Как раз, смотрите, в общественной палате наша рабочая группа по межнациональному и межконстанальному сотрудничеству этот вопрос уже два года назад поднимала. И на гражданском форуме об этом я лично говорил, что есть такая проблема. Как раз об этом и наша коллега Света сказала, что подчеркнула, что да, этот вопрос поднят был. Но, смотрите, наша современная, скажем, система образования позволяет нам это сделать. Но нужно желание. Если мы хотим дать своим детям образование такое на высоком уровне, значит, мы должны стремиться к этому. Но, естественно, у нас есть воскресная школа на азербайджанском языке. Каждую субботу мы собираемся, и с такими проблемами мы там тоже сталкиваемся. Много лет работает она в вашей школе. Да, и к нам люди обращаются, приехали жить. Или вообще там родители отсюда, мама или папа отсюда был, или девочку выдали замуж за азербайджанцем. Она уехала в Азербайджан, там родила, переехала, здесь хотят жить. Или наоборот, но дети оттуда приезжают сюда, они не знают языка. Но вот эта проблема для нас сейчас самая глобальная, что мы должны найти площадку. Эта площадка есть у нас. Со своей стороны я совсем уже с нашим представителем диаспоры обсудил вопрос, вроде готовы, есть потребность. И другие диаспоры, и чеченцы были очень активно хотят. Они уже, в принципе, пользуются этой слугой в ваших организациях, я так понимаю. Если есть площадка, мы это будем разрабатывать и подать таким образом, чтобы всем понятно было. Но сейчас, конечно, мы еще обсуждаем не только там лингвальное образование. Я еще раз говорю, что система, новая система, современная система, допустим, Министерство образования, нам позволяет этого сделать. Мы должны думать уже не о двоязычеях, а о четыре-пятиязычеях, чтобы наши дети получали более хорошее образование. А не так, чтобы школа технически нам преподает английский или же немецкий язык. Или французский. Мы сейчас прервемся буквально на две минуты. Есть такие у нас что сказать еще по поводу роли вуза нашего опорного во всей этой истории. Но через две минутки об этом поговорим. Программа «Дневной разворот» продолжается. Мы продолжаем обсуждать тему биллинговального образования дошкольников. Я объясню, почему это важно. Мне кажется, что это не узкая такая вот тема исключительно для диаспоры или для родителей, которые сюда приезжают двуязычные семьи, трехязычные семьи. Мне кажется, что это прежде всего важная тема для нас всех, кто здесь живет. Нам важно этих ребят, которые приезжают на уровне дошкольников, два годика, три годика, интегрировать в нашу среду, чтобы они легко воспринимали все остальное. Начиная от законов, вот сейчас Лунур нам в перерыве рассказывал, заканчивая сложностями дошкольные программы. Я напоминаю, что в гостях у нас Ксения Шамова и Елена Петушкова. Это представители Центра развития Копленок. И Эленур Гусейнов, президент благотворительного фонда Азербайджан, член Общественной палаты Кировской области. Мы начали про ребят, которые маленькие совсем, дошкольное образование, дошкольники, трехлетки. И мы понимаем, что вот эта вся история про то, что население у нас сейчас, что там у нас очередная демографическая яма, вот эти все, да, чтобы не уехали из Кирова. Вот моя позиция такая, что надо думать не о том, чтобы не уехали из Кирова, а чтобы приехали в Киров. Либо вернулись там в Киров, либо просто узнали, что это такой вот добрый, хороший город, где на высоком уровне образования, и в том числе образовательные услуги, которые дают возможность людям, которые говорят на других языках, в этом городе чувствовать себя комфортно. Эта история непосредственно совершенно касается опорного нашего вуза, потому что такая задача перед ними стоит. И когда вот сейчас просто я попрошу Элнуру рассказать историю, которую он начал нам рассказывать в перерыве, прямо ее вот озвучить в эфире, потому что это очень важно, потому что она касается, особенно касается тех людей, которые являются специалистами, приезжают сюда в этот город по приглашению работать, это высококвалифицированные кадры, они будут работать не месяц, не два, может быть, даже несколько лет, и они готовы приезжать сюда семьями, чтобы не разрывать связи, чтобы здесь жить. И вот эта история, когда приезжают семьи специалистов в город, где им говорят welcome, а тут всем есть место. Вот вашей жене, значит, клуб по интересам, вот вашим детям школа и дошкольные учреждения, да, и даже вуз, где вы можете получить образовательную услугу на языке таком, на языке сяком. И тут вот люди-то задумаются, может быть, вообще, не то чтобы там возвращаться или нет, но они точно будут воспринимать это место как второе свое родное. И вот это вот вчера Васильев говорил здесь про мягкую силу, в смысле образования, когда возвращаются... Про медицинский университет. Да, когда приезжают учиться и уезжают с добрыми мыслями и, может быть, вернутся. А я так и вообще вижу, что вы замечали здесь ребята, которые приезжают, это темнокожие, тут уже детки бегают темнокожие во всю, я смотрю, в группах летнего, вот летние лагеря, я вижу, полно уже появилось там, да. Это тоже история про интеграцию и про то, что я тут останусь, я тут осяду, я построю здесь дом, глядишь, из качественного бруса. Вот. И все будут, и мои родственники там где-то, они будут знать, что вот есть такой город Киров, не обязательно это агломерация большая, московская там, например, да, а есть вот города такие, как Киров, в которых жить уютно, хорошо, и здесь на всех уровнях у нас есть услуга, которой мы можем пользоваться, чтобы жить, чувствуя себя здесь родными. Я согласен. Смотрите, я скажу, что на самом деле есть как бы такая яма демографического, у нас демографическое развитие ослабляется, с нашего региона уезжают, покидают нас, но это еще не худшая страна, худшая страна еще, когда наши молодые ребята уже возвращают, лучшая страна еще, когда наши молодые ребята возвращаются, на самом деле. Есть такая уже тенденция такая, что они поехали, вот мои родственники поехали, изучили там, допустим, получили образование там в Германии, они обратно вернулись, это значит, что лучше здесь у нас. Но смотрите, что, вот они вернулись из Германии, неважно из какой страны, да даже там из нашей страны, из Москвы, вот когда они возвращаются, хорошо бы они увидели изменения в этом городе, что у нас качественно лучше стала жизнь. Вот видят, на самом деле видят, вот последним данным, вот у меня, допустим, двоюродной вернулся, брат вернулся из Германии, он изучил, вот хирург хороший, получил образование в Турции, потом в Германию, сейчас вернулся, и он видит, что есть развитие в медицине на самом деле. Но, конечно, он уже не в Кирове стал работать, он уехал в Перми работать, потому что его туда пригласили, видимо, там больше интерес был финансовый. Но, тем не менее, он и в Кирове, он сказал, что да, развивается город, и желание есть ребят вернуться обратно. Так что мы этот вопрос будем прорабатывать, чтобы вот из Азербайджана много детей сюда мы перевозим, учиться в медицинский вуз, в наш опорный вуз, а также МФИЮА Московская, там финансово-режиссическая академия, мы там, Николай Иванович, давно уже работаем. Так что в Азербайджане, особенно в Баку, в Ген-Дже, в больших городах, уже знает наш Киров, где можно получить хорошее образование, и охотно едут к нам сюда. И вот эти, когда они, вот эти студенты сюда переезжают, вот мы как раз, вот то, что мы с вами до этого обсуждали, скажем, двоязычие были лингвивальным образованием, вот с этим сталкиваемся. Они не знают на азербайджанском, на русском языке ничего. Мы еще, когда Валерий Теодорович, по-моему, был еще тогда, когда Блюд был, значит, Бединститут, вот мы тогда еще с ними обсуждали вопрос, они открыли для иностранных граждан, переезжающих студентов сюда, специальный факультет, чтобы изучить русский язык. Естественно, мы даже туда своих преподавателей отправляли, там, раз в неделю, чтобы они на азербайджанском языке, или там, на узбекском языке, хотя бы, если что-то не понимать, чтобы они объясняли им. Потому что там человек переехал, по-русски ничего не знает. Вот недавно, вот как раз ситуация, я вам рассказывал, вот из Азербайджана переехала группа специалистов, работают здесь по заказу. Давайте сразу скажем, что это высококвалифицированные специалисты для производства нефтяного оборудования. Естественно, они специально сюда переехали, там группа листов, примерно 12 человек, и из них уже некоторые семьи переехали, они здесь будут работать, естественно, там ни год, ни два, у них там контракт на 5 лет. И многие из них не знают вообще русского языка, потому что молодые специалисты, кто-то там получил образование в Германии, кто-то получил в Турции, вот они не знают по-русски ничего. Вот они ко мне зашли, я им сразу, всем у меня на работе в кабинете Конституция Российской Федерации, я им сразу, сразу вот почитайте. Каждому по книге. Да, изучайте, какие у вас есть права вообще на территорию Российской Федерации, на территорию нашего региона, чтобы там не заблудиться. И они вот так, как раз их дети будут сталкиваться с такими же проблемами, потому что детям надо развиваться, детям надо интегрироваться, а некуда. На самом деле некуда идти. Вот если мы сейчас вот различные вот методы будем разрабатывать, естественно, и к нам приезжих будет больше. Получается, что у нас и приезжие получат хороший услуг здесь. Не только там они поработали, уехали. Может, и кто-то останется, хороший специалист останется в нашем регионе, если увидит, что есть внимание на него, на его детей. И мы еще получим хороших специалистов в нашем регионе. Потому что эта проблема не только Кировская область, это проблема, можно взять там, я не говорю национальные субъекты, а масштабные центральные части России. Многие же вот смотрят в Москве, там приехали, там, скажем, мигранты, там где-то работают, ну, спрашиваешь, что-то там на русском языке, ничего не понимают. А как приехало, как попало, вот это все надо обучать. Это наша и сейчас больная проблема. И в общественной палате этот вопрос мы неоднократно на нашей комиссии обсуждаем. Многие говорят, что вот в общественной палате зачем такая комиссия? Так я говорю, мы же не занимаемся там не только проблемами, вопросами, конфликтами. Конфликтами, да. Мы образованием, в том числе развитие, развитие национальной политики Российской Федерации. Это же очень масштабная и глобальная работа мы там прорабатываем, делаем. И, естественно, вот эти моменты мы должны сейчас на контроль взять. А вашего двоюродного брата, я думаю, обратно переманят, потому что нам тут вчера рассказывали, что у нас в Кировской области мощно будет развиваться медицинский туризм и медицина вообще. Вот сегодня рабочие группы по этому поводу проходят с приглашенными гостями уровня Российской Федерации, Министерства Российской Федерации. Так что еще посмотрим, где хирург будет работать с ним. Он хороший нервный хирург, я думаю, что я бы рад, чтобы он здесь работал. Да, и это ведь все, и это все вещи взаимосвязаны. Если перь может предоставить там хорошо оплачиваемую работу хирургу, да, то она, и вы говорите, может предоставить там место для детей, которые там получают билингвистическое образование. То, ну, мне кажется, мы даже посимпатичнее в Перми, во многих вещах, я имею в виду нашу природу и наш город, пусть пермики не обижаются, да, но очень уютный город, и хотелось бы, чтобы вот это ощущение комфортной среды во всех отношениях, оно транслировалось вот буквально, да. Поэтому дело, конечно, которое вы сейчас продвигаете, потому что оно начато уже не прямо сейчас, не сию минуту продвигаете, и то, что Коплёна к этому подключился, это прекрасно. Лиха беда начала, что говорится, как говорится, и как только появятся специалисты, методики, понимания того, как это внедрять, уж если с детского садика начнется понимание, как это внедрять, то школа-то не за горами, и еще там 3-4 года и дети пойдут в школу, а там и о высшем образовании имеет смысл там задумываться. Я думаю, что, конечно же, при вашей энергии, я знаю, да, да при энергии Сусанна Васильевна Никитина и Юнгблюд, я думаю, что, конечно, только блестящее будущее этой идею ждет, чего мы и вам, и нам желаем. Благодарю. А я со своей стороны хочу сказать все-таки, я надеюсь, что вот это направление, оно каким-то образом будет развиваться, и государство все-таки больше будет уделять внимание таким вещам, в том числе и на государственном уровне, и на уровне государственных дошкольных учреждений. А на самом деле это вопрос государства. Я согласна с этим, да. А мне даже кажется, что оно есть, но вот здесь совершенно права Елена, я имею в виду такая поддержка и методики и так далее, но у нас просто запроса тогда еще не было такого сильного. А сейчас он совершенно явный, он формируется и растет, и поэтому... И будет расти, и будет расти, да. И будет расти, да, и поэтому, я думаю, что, скорее всего, тут же вот буквально через несколько месяцев выяснится, и нам скажет и Копленок, и Лунура, и Общественная палата, что федеральная программа зашла, все. Вот, так что мы будем следить, конечно, за развитием этой истории. Благодарим наших гостей, Лунура Гусейнова, Ксению Шамову и Елену Петушкову. Спасибо. И мой разворот на этом закончен. Благодарю. А я не прощаюсь, я вернусь через 20 минут, у меня в особом мнении. Марина Сазонтова, пожалуйста, подключайтесь. До свидания.